МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Артур. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Долго вас зазывали, и вы наконец-то пришли. И уже почти постоянный гость Владимир Данильчук. Это член общественной палаты Оренбургской области, председатель комитета по вопросам законности и организации общественного контроля за соблюдением гражданских прав. Добрый вечер. Еще раз здравствуйте. В ходе программы мы проведем интерактивное голосование. Вопрос следующий. Общество готово контролировать действия власти? Выбирайте тот вариант ответа, который соответствует вашему решению. Я сейчас их озвучу. Варианты ответа такие. Да, нет, бесполезны. И звоните по номеру телефона, который указан на экране, который соответствует вашему решению. Хочу сказать, что номер телефона в Оренбурге, то есть обязательно нужно звонить через КО. Также в ходе программы вы можете позвонить к нам сюда, в студию. Номер телефона в городе Оренбурге 43-45-07. И задать вопрос нашим гостям. Расскажу, почему мы сегодня выбрали эту тему. А тема вот такая. Вчера в город Оренбург приезжал спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И вот они провели заседание ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Я могу дальше долго назвать. То есть такое долгое было название вот этого всего мероприятия. Но обсуждалось следующее. Обсуждался общественный контроль над органами власти в Российской Федерации, актуальные проблемы и перспективы развития. Вот это такой наш информационный повод. И вот сегодня мы по этому поводу поговорим. Но прежде чем мы приступим к разговору, я вот телезрителям напомню, о чем вчера говорил Валентина Матвиенко, Палпрет и губернатор. И приступим к нашему разговору. Власть нуждается в контроле. Посыл встречи законодателя округа и сенаторов страны. Оренбург выбран не случайно. Координатором ассоциации уже некоторое время является Сергей Грачев, спикер областного парламента. Да и блок губернатора сегодня едва ли не самое эффективное место для общения власти и народа. Каждый день не пишут десятки человек и всегда получают ответ или помощь. В области работают более 70 координационных и совещательных органов. Представители общественности входят в такие структуры, как Совет по делам национальности, Общественно-политический совет, Совет предпринимателей, Совет по взаимодействию с религиозным объединением, Институционный совет и многие другие объединения. Если раньше речи о близости власти и народа по большей части оставались речами, то сегодня уже все готово, чтобы выйти на уровень федерального закона. Мы хотим разработать проект закона. Этим будет заниматься Совет Федерации модельного об общественных палатах, регионов, чтобы дать больше полномочий, прав, возможностей для работы общественных органов. И целый ряд других положений в адрес комитетов Совета Федерации, региональных органов власти. Постановление достаточно насыщенное, но в течение 20 дней оно будет доработано, мы ищем еще другие предложения, и затем оно будет принято. Обилие общественных организаций и палат еще не гарантия общественного контроля. От количества надо переходить к качеству. При применении модельного закона о общественном контроле такое широкое обсуждение публичное, гласное обсуждение. Туда допущены и эксперты, и политологи, и общественники, причем оппозиционные общественники в том числе. Это очень важно. Если нам удастся такой закон создать, какие нормы поведения создать, такие нормы взаимоотношения между исполнительной властью, представительной общественностью, тогда у нас общественный контроль будет иметь совершенно другое значение и будет оказывать реальную помощь исполнительной власти, чтобы чувствовать, что происходит на земле, и принимать необходимые для людей решения. Итак, общественный контроль. Кто кого должен контролировать и насколько у каждой из сторон есть на это полномочия. Итак, начнем с общественной палаты. Владимир, расскажите, почему власть должна нуждаться в контроле? Может быть, глупый вопрос, но простой зато. Зачем ее нужно контролировать? Я видел у вас на столе, заглянул в ваши бумаги, там написано, значит, власть, общество, контроль. То есть вы уже меня проконтролируете? Да, я уже посмотрел, что у вас написано. Мне кажется, немножко не так должно быть. Наверное, все-таки общество должно подавать некий посыл, а власть должна его исполнять. Если мы во главу угла ставим власть, то тогда, ну, конечно, мы должны контролировать. Но, на мой взгляд, все-таки должно быть немножко наоборот. То есть все-таки общество дает посыл, власть его исполняет, и общество уже контролирует, как это исполняется. Потому что, я думаю, одно без другого взаимодействовать не может. Смотрите, Артур, подключаю вас к разговору, чтобы вы не отвлекались на телефон. Ну, смотрите, ну, власть, да, народные избранники. Мы выбираем главу, мы будем выбирать губернатора. По идее, как бы, ну, каждый человек должен выполнять свою работу хорошо. Да, то есть мы перепоручаем, да, нашим народным избранникам вести, ну, то есть нами управлять, нами руководить. Ну, почему мы должны их контролировать? Совершенно правильно. Я с вами соглашаюсь, что по большому счету те лица, которые сегодня у власти, они должны их контролировать. Они же представляют интересы общества. Так почему мы должны контролировать действия тех лиц, которым доверили практически руководство страны, области, неважно. Города, поселка не имеет совершенно никакого значения. Но что происходит? Да мало того, что эти органы, соответственно, избранные должности и все прочее, там у нас же есть еще самоконтроль, осуществляющие органы. Это прокуратура, ФСБ, правоохранительные органы. То есть у нас есть прокуратура, которая осуществляет надзор за применением закона. Но при этом этого тоже недостаточно. Что происходит? Происходит следующее, что на какой-то стадии бюрократический аппарат, наверное, сходится в интересах. И получается, что без контроля со стороны общественности, общества происходит самоуничтожение. То есть вот даже элементарно, работник. Нет у руководителя, он выйдет, покурит, чай попьет. Зайдет руководитель, контролирующий какой-то, он на месте, работает. И также со стороны общества, когда есть определенная функция контроля, это дисциплинирует. Дисциплинирует не потому, что они все плохие. Дисциплинирует потому, что понимает, что придет человек, который будет требовать, требовать, требовать работать, требовать качественно выполнять функции, которые доверило общество, народ. Для этого как раз этот контроль, наверное, нужен. В России получается только вот так. То есть методом кнута и пряний. В смысле методом кнута можно только контролировать. Потому что я вот аналогию с Европой проведу. То есть мы часто говорим о том, что на европейских дорогах мы не видим ни одного сотрудника полиции. Когда происходит правонарушение, он тут же появляется. То есть у нас получается такого только... То есть они живут уже по-другому. У них другая ментальность. Их, слава богу, не подвергали такие вот революционные события, которые были у нас. То есть совершенно другой ментальность, другой подход, другой взгляд и другое общество, соответственно. Но это нельзя сказать, хуже это или лучше. Они просто другие, они по-другому живут. А мы живем вот так вот. Помните, в советское время в автобусах было такое трафаретом написано «Совесть – лучший контролер». То есть, ну вот тогда... Это на три копейки передавали, и каждый покупал билет. На тот момент был моральный кодекс строителей коммунизма. То есть государство брало функции как бы на себя и по нравственности. Сегодня, ну, к сожалению, пока это только в зародыше, и пока только начинается. Если мы придем к тому, что в сознании наших граждан и в нас самих вот этот контролер будет работать, совесть, то, наверное, тогда общество будет меньше контролировать. Тогда мы будем контролировать вот совесть нашу, почему она вот смотрит так или не так. Ну, так мы устроены. Ну, наверное, что касается ментальности, я бы здесь не согласился, потому что менталитет везде одинаковый. Получается следующая ситуация, что на Западе и Европе тоже существуют эти же институты общественного контроля, гражданские институты, которые есть средства массовой информации. Наверное, проблема в том, что мы сегодня только идем к демократизации этого общества. Поэтому эти элементы, они для нас являются, наверное, новыми. Допустим, а если говорить даже про общественную палату, общественный совет при УВД области, вот единственный, наверное, орган, который на сегодняшний день с точки зрения общественного контроля существует на основании закона, это общественный совет при УВД области. Это на основании указа президента, законная полиция. Есть полномочия. То есть лицо, работающее в совете, понимает, что он несет ответственность за свои действия в том числе. И что он является мостиком между руководством УВД, самым, соответственно, начальником, и обществом. Начиная снизу, ты поднимаешься вверх. Вот эти проблемы, которые внизу, ты доносишь туда. Начальник УВД может не получить, понимаете, по вертикали, по своей вертикали информацию. А когда непосредственно на стол ты положил, понимаете, те недостатки, либо достоинства, неважно, которые имеются там, реакция незамедлительна. Но они готовы слышать ту информацию, которая ведь не всегда приятная. А вот совершенно вы правильно вопрос ставите. Если нет желания, очень проблематично. Если есть желание у начальника УВД услышать и увидеть те недостатки, которые ты написал, то действительно, конечно, здесь результат и эффективность достигают очень быстро. Что самое интересное, я могу сказать, что про нашу область конкретно, что касается и начальника УВД области, допустим, что касается губернатора, где бы я ни работал, я могу сказать однозначно, когда проблема рисуется и предподносится, и, соответственно, в определенном документе излагается, реакция была всегда незамедлительна. Не, ну губернатор это яркий такой показатель, это его блог, потому что все знают, журналисты, которые приходят там на аппаратку в понедельник, и вообще кто с этим связан, знают, что в субботу, в воскресенье чиновники занимаются тем, что читают блог, и что про них написали, потому что он сразу, да, так вы мой блог читали, почему, собственно говоря, почему мне люди пишут, почему вы занимаетесь отписками. А вот общественная палата, вот когда вы, да, приходите там, высказываете свою точку зрения, вот вас готовы слышать, вас готовы слушать, действовать вашим вот советам, я не знаю, вот требованиям, как вот это, предложения? Ну, в целом, Лена, да, конечно, бывают разные вопросы, есть те вопросы, которые слышать готовы всегда. Вот реагировать на то, что услышать именно так, вот хотелось бы, да, здесь, конечно, есть проблемы, к сожалению. Но это не совсем связано с тем, что, ну, общественная палата, может быть, как кто-то считает, там, недостаточный статус имеет. Наверное, есть вопросы, которые невозможно сразу решить. То, что мы сегодня обсуждаем очень острые вопросы, вот 4 числа у нас будет серьезный вопрос именно эффективности антикоррупционных мер в Оренбургской области и участия именно институтов гражданского общества, это как раз о том, что нас слышат и на наших заседаниях присутствует руководитель аппарата, губернатора, член Совета, кстати, да. То есть то, что мы обсуждаем, это приходит непосредственно сразу к первому лицу области. И вопросы очень серьезные. Слышать готовы. Решить мы их сразу не можем. То есть я имею в виду, исполнительная власть не готова, вот нет такой возможности, чтобы сразу решить. Я не оправдываю никого, я просто говорю как есть. Потому что в понимании, ну, как я понимаю, да, если услышали, значит, должно быть сразу решение именно такое, как хочется. Ну, вот так как есть. Просто перед эфиром мы как раз обсуждали вот этот вопрос, да, по поводу как раз вот антикоррупционного комитета, который там, или заседания, да, антикоррупционного заседания, которое сбудет 4 октября. Вот, Артур, да, вот правильно сказал, органов-то много, да, то есть у нас есть и, не знаю, прокуратура и все что угодно, да. Не много ли контролирующих? То есть вроде бы все контролируют, но почему-то коррупционеры у нас только учителя и врачи. И как вот они, наверное, как раз у них офшоры, да, там на островах и так далее. То есть имеют же место быть крупные вот эти коррупционные скандалы, которые, ну, ничем не заканчиваются. Правильно, совершенно. Вы опять же ставите вопрос. Совершенно верно. У нас мелкая-мелкая вот эта вот статистика, которая, соответственно, делается на показатели, делается на учителей, на врачей, это и есть. Но при этом нельзя говорить о том, что не ловит и крупных. Вот, пожалуйста, это буквально вот, вот, наверное, вчера, да, мы услышали, что в счетной палате крупного, соответственно, тоже руководители из начальника отдела там взяли там именно вот с взяткой, как народ любит, да, говорит? Ну, дело-то еще не закончилось. Ну, по крайней мере, да, и Сердюков в том числе. Извинить, у нас и министр экономического развития тоже, вот это бывает наказание, тоже в области, соответственно, результат тоже большое, да, коррупционное дело большое. Поэтому есть, они тоже в том числе есть. Да, то, что сложно, конечно, доказывать, до верха подниматься и доказывать их вину, это сложно, сложнее намного, чем 300 рублей, которые врач берет, это тоже факт. Но оправдывать при этом, соответственно, что там можно в медицине брать эти взятки, грубо говоря, или в сфере образования, тоже нельзя. Конечно, там тоже надо бороться. Вот как раз, Лена, ответ на вопрос, нужен ли контроль общества? Конечно, нужен, потому что если это будет замалчиваться, если общество об этом знать не будет, средства массовой информации об этом говорить не будут, то это будет, ну, как это и бывает, спускаться на тормозах. Если общество об этом будет знать, если общество будет проявлять к этому интерес и добиваться, ну, действительно, объективного решения, то тогда, наверное, будут результаты. Не знаю, что-то смешного сказать. Нет, я просто к тому вспомнила. Вы помните, до того, как приняли новые требования к прохождению техосмотра, каждый водитель знал, сколько заплатить за техосмотр, стоит это столько, там, 500 или там, 2000 рублей, все прекрасно знали, кто берет и как это. Это как? То есть общество вот готово или не готово, получается? То есть как-то тут как-то, как-то, когнитивный диссонанс какой-то. Один из первых вопросов, как раз по техосмотру, когда он переходил на другие рельсы, у нас был тоже прямой эфир, мы, по-моему, с Виталием, да, здесь этот вопрос обсуждали. И вот вопрос, опять же, по эффективности антикоррупционных мер в Оренбургской области. Мы обсуждали этот вопрос, вот, ну, на комиссии подготовились. У нас возникает такой вопрос. Вот коррупция, она вообще откуда берется? То есть где она начинается, в каком возрасте, да, она начинается? Она начинается с рождения ребенка, либо она начинается еще с момента того, когда приходят в роддом и пытаются как-то решить. Да, конечно, мы в такой ситуации, что каждый думает о себе и о своих родных и близких. И это, наверное, правильно. Потому что если мы сами о себе не позаботимся, никто о нас не позаботится. Но когда в детском саду или в ясельках, куда родители на какие-то первые праздники не пускают, там же маленькие дети, они боятся взрослых, приглашает одного, ну, репортера с видеокамерой. А каждому родителю хочется, чтобы вот их ребеночек был побольше в кадре, чтобы вот его вот сняли под другим углом. Я вас перебью, это как на дискотеке, 50 рублей заплатишь, чтобы он звучал песня. То есть откуда это начинается? У нас звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Александр Семенович. Я из города Оренбурга. Очень приятно. Да. У нас есть вот в Степном дом номер 12. Решили мы восстановить газон. Ну, Чуфисов нам помог, сделал лейерное ограждение. Вот. Дальше начали действовать, убрать машины с газона. Звоним в ГАИ. ГАИ, говорит, не наша работа. Звоните в ТСЖ. Звоним в ТСЖ. ТСЖ, говорит, не наша работа. Звоните участковому. Участковый говорит, ты знаешь, я занят. Ты приди, напиши заявление. Я тогда, может, что-то еще сделаю. Как контролировать можно власть, если власть пускает человек по кругу? Спасибо большое. Прекрасный вопрос. Вопрос, я думаю, по адресу. Знаете, вот как раз для этого и как раз общественный контроль и нужен. Вот ваш звонок на сегодняшний день будет поставлен на контроль. Что касается и вашего района, дома, все, запись идет. Естественно, я возьму обязательно эту информацию. Для этого как раз этот контроль нужен. Если кто-то, участковый, неважно, в правоохранительной системе, прокурор или кто-либо, не берет, не принимает у вас заявление, не реагирует на ваш звонок, вы обращаетесь в совет, в общественный совет, в общественную палату. Вот в настоящий момент, да, я, так как представляю общественный совет МВД области, можете смело обращаться в общественный совет МВД области. Могу гарантировать 100%, что любые заявления будут приняты, и реакция будет незамедлительная. Почему? Потому что как раз-таки наше мнение, руководство открывает двери, они слышат нас. И те проблемы, которые волнуют как раз-таки обществу, они наши, это наши проблемы, наши с вами проблемы. Обращайтесь, и как раз-таки все эти вопросы будут решены. Но к коррупции, я думаю, это не имеет никакого отношения. Спасибо, телезритель, у нас не так все-таки хочу уйти от коррупции, а то мы сейчас будем про коррупцию все 40 минут говорить. Вот по поводу как раз вчерашнего заседания, вчера было сказано, что общество уже созрело к этому. Ну, знаете, вот у меня первая моя реакция на эту фразу была такая. У нас, простите, общество не всегда может собраться на... Жители одного дома не всегда могут собраться на собрание жильцов, чтобы выбрать, какая у них будет управляющая компания, или там, я не знаю, как вот нужно там дворик прямо там облагородить, или еще что-то. То есть, как правило, все сидят в своих норках, отмалкиваются. Вот правда, созрело у нас общество, или это все-таки... Пускай кто-то идет, делает что-то. Попробовать отвезти, да? Да. Ну, всегда, наверное, были активные, были менее активные, были те люди, которым, по большому счету, все равно. Мы недалеко от этого ушли, и также, в принципе, люди со своими интересами остались. Конечно, есть и люди, которые вот эмоционально всегда заряжены, которым до всего есть дело, и замечательно, что они есть, и дай бог, чтобы их было побольше. Тех, которым небезразличны. Помню, что когда учился в школе, еще в советской, приводили слова Владимира Ильича Леина, что самый страшный человек, это равнодушный, тот, которому все равно. Ну, и здесь, в этом случае, то есть, когда людям все равно, то, что будет с их двором, с их домом, с их подъездом, приводит к таким последствиям. Если бы люди были более активны, наверное, бы и проблем было меньше. То есть, они бы умирали где-то в зародыши вот эти проблемы, которые сегодня создались. Ну, а насколько созрело общество? Я думаю, что общество в любом случае в каком-то тонусе находится. Здесь нужно стимулировать. Нужен некий результат. То есть, власть должна, ну, как-то вот более незамедлительно реагировать. И ведь результат реагирования власти, это и есть ее показатель ее эффективности. Смотрите, у нас опять получается, что власть должна. А люди не должны? Обязаны. Конечно, обязаны. Понимаете, я еще раз повторяю, что мы кричим про свои права. Вот у меня есть право. А вот про обязанности иногда забываем. И иногда зачастую забываем. Что касается, опять же, возвращаться к тематике, насколько требовательно необходимо относиться к себе. То есть, я хочу, чтобы у меня. Я тоже хочу, чтобы у меня. Все хотят, что у себя. Но для того, чтобы было это у всех, как раз-таки необходимо начать с себя. Если мы все вместе не будем нарушать. Вот, говорит, соответственно, звонок был газоном, там связан, там все. Участковые не реагируют. Вот если бы этот гражданин действительно взял, пошел бы в этот отдел полиции, написал бы заявление официально, что прошу принять меры, то не было бы ничего, соответственно, этого звонка. Нет, мы только требуем. Ну, поднимитесь, идите в этот отдел полиции, напишите это письменное заявление. Мы готовы требовать, чтобы участковый приходил и газон сажал, и деревья, понимаете. Но чтобы самому что-то делать, нет. Вот это действительно, наверное, я с вами соглашусь, что менталитет определенный. Потому что если реплику добавлю, звонок приму, потому что, если сравниться тоже в советское время, то есть у нас как было, когда шел человек по улице и видел, что маленький ребенок курит, что он делал? Он забирал сигарету. Это в лучшем случае, а то и уши... Это еще к тому, что без различий убывает все живое, это действительно так. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья Бенисовна, у меня такой вопрос. Улицу Советскую, мы прекрасно все знаем, да, исторический центр, пешеходная зона. Но вот мы на выходных всегда приезжаем с детьми, мы не проживаем в центре города, у нас негде гулять, мы живем в промышленном районе. Ну, нет такого места, как на улице Советской. И вот я хотела бы спросить, кто же является, кто отвечает за порядок и чистоту на улице Советской? С болью вот сердца я вот сейчас звоню, потому что грязь чистосветная. После дня города остались какие-то, вот я сегодня специально просто... А можно я вам встречный вопрос, понятно ваш вопрос, а можно я вам встречный вопрос задам? А вы когда сами последний раз на субботник выходили? Я сегодня была, я сегодня была на улице Советской. Не, на субботник, на субботник, когда вы сами последний раз вышли, допустим, на своем дворе и убрали улицу. В этом году. Сейчас мы у нас форму каждый год убираем своими силами. Нам, конечно, сейчас изжать все, что это помогает. Все понятно. Спасибо большое, приятно, что есть такие телезрители. Вот кто отвечает за улицу Советской? За улицу Советской отвечают городские власти. Если там грязь, а это правильно, гражданин требует, гражданка требует чистоты и порядка, потому что все дороги, все улицы, они находятся на балансе у администрации города, муниципалитета, муниципального образования города Оренбурга. Поэтому они несут ответственность. Необходимо обращаться в порядке юридического совета, юридической помощи. Необходимо обращаться, значит, первым делом заявления в муниципальном образовании города Оренбурга. И если не будет реакции, то вы можете реализовать свое право путем обращения даже в суд. Ну, смотрите, вот мы как раз перед звонком говорили по поводу того, что безразличие убивает все живое. Но согласитесь с тем, что все равно безразличие, оно присутствует, и я не могу сказать, что оно становится с каждым годом меньше. Мне кажется, наоборот, оно с каждым годом становится все больше. И вот безразличие, оно проявляется во всем. То есть как-то вот все равно, вот оно как-то вот моя хата с краю. Или я все-таки спорю? Неправильно. Не соглашусь, Лена. У нас люди, в принципе, остались такие же. Я по роду своей деятельности много общаюсь с людьми, и люди те же самые остались. Да, и в какой-то степени поменялись условия жизни, но в целом человечность, присущая нашим людям, она как бы осталась. И взять ту же самую беду на Дальнем Востоке, вот как ни крути, а люди несут, идут, приносят там теплые вещи. Может быть, и они не нужны, но тем не менее вот это вот чувство какой-то солидарности, чувство желания помочь, оно есть. Просто, наверное, как-то, ну, глаз, может быть, замыливается. Ну, нет, ну, может быть, меня, конечно, профессионально, да. Ну, помощь, о которой вы говорите, понимаете, действительно, в этом плане солидарность большая. На самом деле, если где-то беда какая-то случилась, они готовы помочь, и люди наши. Но безразличие в том понимании, о котором мы сейчас говорим, это как раз-таки, я тоже не соглашаюсь с этим, что безразличие это есть. Почему? Потому что на сегодняшний день даже граждане, которые видят, ну, скажем, водителя, который неадекватно управляет автомобилем, они готовы позвониться и общить об этом. Сейчас очень часто такое бывает. И сотрудники полиции, кстати, что самое интересное, реагируют на эти звонки очень быстро. И могу сказать еще одну интересную вещь, наверное, что на заседании Совета, Общественного Совета обсуждался очень серьезный этот вопрос. И на сегодняшний день приступили даже к реализации этого проекта поощрять и, неважно каким образом, да, я не говорю деньгами, там, а благодарственными письмами тех граждан, тех лиц, которые не отмечать, которые не остаются безразличными, соответственно, тем нарушениям, которые происходят в нашем городе. И на сегодняшний день многие граждане, которые сообщают о тех нарушениях, о тех преступлениях, которые совершаются на территории города Оренбурга, полиция щедро, благодарственными письмами, дипломами и даже иногда и финансово, и подарками отмечает. Ну, смотрите, безразличие проявляется в том, что вот прям буквально 8 сентября были выборы, и явка была очень низкая. А это безразличие к своему будущему, к выбору того, кто будет, понятно, что, допустим, в городе Оренбурге выбирали только по одному округу, но были еще выборы в других районах, да, явка низкая. И в целом по стране явка низкая. То есть это безразличие почему? Интересно, наверное. Или это просто не такой, скажем так, уже такой нигилизм больше? Вы знаете, явка низкая не потому, что безразличие, явка низкая иногда и из-за недоверия к власти. Для этого, опять же, возвращаюсь к нашей теме. Общественный контроль для чего? Это мостик, понимаете, чтобы показать, что подождите, диалог. Сегодня власть готова, понимаете, идти на диалог, открывать двери. Можно, понимаете, сидеть дома, критиковать, говорить о том, что все плохо, не пойду на выборы, потому что за меня уже решили. Так я же контролирую эти выборы. Я готов прийти на избирательный участок и проконтролировать, чтобы ваш голос был учтен. Я контролирую, ты не приходишь на участок. Вот правильно совершенно говорим, что надо начинать с себя. Вот ты иди, ты выполняй свой гражданский толк, что касается контроля, вот здесь обязательно. И, кроме того, понимаете, мы все время говорим почему-то про контроль. Необходимо все-таки через дефис, наверное, контроль и содействие. Вот в этом как раз-таки, наверное, та нотка доверия, понимаете, именно в содействии. Это та изюминка. Ну, смотрите, тоже вчера было на заседании сказано следующее, что нужно расширить или сделать более доступными вот эти интерактивные возможности, когда любой человек может высказать свою точку зрения, пожаловаться или наоборот предложить, как Артур говорит, содействие определенное. Вот, знаете, вот перед эфиром тоже с вами обсуждали, что полтора года назад был «Россия без дураков» был сайт, в котором как раз вот такая площадка, где вот это все дурачество, которое происходит, да, там, когда там чиновники принимают непонятно какие-то решения, оно вот прогремело на всю страну. Сейчас захожу, я не могу сказать, что там что-то как-то активное. Нам говорить нечего? Или просто это вот сделано так вот? Наверное, интерес потерялся к этому. К блогерам, видите? Нет, портал «Россия без дураков», то есть там как раз вот это, все вот эти дурачества... Ну, вот насчет, извините... То есть это такой общественный контроль своего рода тоже? Насчет интерактивного там правительства, доступа к услугам и т.д. и т.п. На самом деле, как бы абсолютно правильно, и вот здесь тоже нужно и содействие, как Артур говорит, и контроль. Ведь каждое министерство делает свой сайт, ну, образно, да, то есть они его наполняют, там, поисковики какие-то устраивают, там, путеводители, то есть... Ну, не все из них нормально работают. Вот, я про что и говорю. То есть нет общей ответственности. Если взять, к примеру, не знаю, какого-то продавца бытовой техники, там, электроники, какого-то телевизора, да, то сейчас можно обратить внимание, что нет инструкции на бумажном носителе. Есть один телефон техподдержки, по которому человек звонит, и тот на другом проводе его сопровождает, записывает эту заявку и решает его вопрос, при необходимости связывается, то есть доводит до логического завершения этот вопрос. Если мы придем к этому, что у нас будет один телефонный номер, на который любой человек может позвонить, как раньше мы там звонили, 02, да, сейчас вот есть у нас один общий телефон спасения, да, служба спасения. Если человек на него позвонит, и проводник его проведет по тем лабиринтам интернета, либо там еще что-то, и решит его вопрос, ведь гражданинам все равно, кто будет решать, ему важно, чтобы решил. Тогда вот это будет работать. Пока каждый будет заниматься этим вопросом, каждое министерство, ничего из этого не будет. Но с другой стороны, общаясь с чиновниками, очень часто они говорят, что мы только делаем, что занимаемся отписками, нам нет времени работы. Вы правильно говорите, отписками. Сейчас, то есть отписками, или вот, то есть они, ну, и отписками, то, что при приеме приходит много тратить. Опять же, отвечаю на ваш вопрос, почему появляется безразличие к этим сайтам теперь, да, то есть интерес пропадает, вот совершенно тоже верно говорится, да, то есть интерес пропадает. Интерес пропадает, потому что иногда, не иногда, зачастую на этих же блогах и сайтах пишут, понимаете, информацию и публикуют сведения о соответствующей действительности. Постоянно понимать, что это политически определенные заказы, мочить, извиняюсь, да, за такое слово, там, конкретного, там, чиновника, потому что место нужно другому. Ну, то есть это уже такой информационный рейтинг, можно сказать. Конечно. Ну, является, вот сегодня блогеры, понимаете, стали заниматься бизнесом. Хочешь заказать с человека, закажи. Ну, условно, 30 тысяч рублей, готовы, понимаете, поливать грязью, открывать свои некоторые, соответственно, места и как угодно поливать. Вот поэтому появляется безразличие. Почему, когда чиновники говорят, занимаются отписками? Правильно, потому что реагировать надо, понимаете, на каждое заявление. Даже если оно сумасшедшее совершенно, бред полный, понимаете, но реагировать надо. Отвлекаем? Отвлекаем. Вот содействие для чего нужно? Приходит гражданин, заходит в кабинет участкового, говорит, вы знаете, мой сосед плохой, взял деньги, не возвращает. На ней гражданско-правовые отношения. Вот здесь нужно содействие. Участковый говорит, знаете, это не мои полномочия, общественность, вот в плане содействия и контроля. Ты объясняешь, что необходимо обращаться в гражданско-правовом порядке, в суд. Результат, результат. Доверие к участковому, потому что он не посылает просто, видите, на лыжи не ставит у человека. Он получил ответ. Вот все проблемы оттуда. Ну, смотрите, ну, помните, в 90-х годах была программа 600 секунд, и результат от этой программы был колоссальный. То есть резонанс, моментальное решение, моментальное, хотя 90-е годы, это какой законности можно было речь идти. И вот недавно, буквально года два назад, Невзорова спросили, а почему мы перестали заниматься журналистскими расследованиями? И вообще, почему вообще в целом жанр журналистского расследования, он умер, вот можно так сказать. То есть он мало. Он ответил, он больше не работает. Я вам отвечу на этот вопрос, потому что вы вспомните советское время, вот как раз переходное 90-е, когда вот у человека появилась возможность свободно позвонить в передачу, задать вопрос, и мы по старинке реагировали. Вспомните, передача была «Сердитая камера», да? Если человека покажут «Сердитая камера» во времена Советского Союза, ну, это все, можно было ставить крест на карьере и т.д. То есть реакция была молниеносной. Но тогда государство управляло этим всем процессом, контролировало полностью. А сегодня... Сейчас спросите, у нас сейчас возможности, пожалуйста. Хочешь в интернет, хочешь на рейтинге, хочешь на радио, хочешь с покатом. Артур говорил по поводу отписок. Хотелось бы дополнить, потому что у нас еще, к сожалению, вот этот критерий эффективности работы государственных структур, он, наверное, в другой плоскости лежит. Когда господин Сурков сказал, что, ну, в принципе-то, правительство, согласно протоколу, работало-то эффективно. То есть мы же все документы сдали. То, что вот вопросы за это время мы не решили, это уже другой момент. То есть когда у нас будет стоять вопрос эффективности, то есть вот обратился человек, есть решение, тогда, наверное, будет и работа двигаться. Примем звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Слушаю, Павлюков Михаил. Очень приятно, слушаю. 73 года. Вот. Я звоню с Курманаевки. Очень приятно, слушаю. В общем, как вам объяснить, в 7-6 году, то есть в 3 года, 4-й, 5-й, 6-й год, мне угробили дом целиком, 18-квартирный дом. Ну, я волнуюсь, конечно. Я воюю уже 7 лет, с 7-го года, как у нас пошла вода. А с кем вы воюете? И как вы воюете? То есть вы через суды воюете? С кем вы воюете? Вы через суды? Я в суд не подавал, но у меня документы лежат в моей прокуратуре, в областной прокуратуре. И я вот заснял все вот это вот, я отремонтировал опять, я 7 лет. Понятно. А как угробили дом? Как понять, что угробили дом? Я, ну, я, да слушайте, я отправил... Ответьте на мой вопрос, потому что у вас мало времени осталось до конца программы. Как угробили дом ваш? Это телефон-то. Понятно, спасибо. Потому что у нас, правда, немного времени осталось. Ну, вот человек 7 лет воюет. Вы понимаете, на вопрос, как угробили, мы не поняли. Понимаете, здесь, может, что угодно произошло. Могли, скажем, умышленно причинить ущерб имуществу гражданина. То есть это прерогатива, соответственно, правоохранительных органов. Угробили, может быть, сосед, понимаете, каким-то образом, пользуясь совместным имуществом или там долевым имуществом, угробил. То есть здесь очень много, понимаете, это пальцем в небо, нам можно гадать до бесконечности. Нет, ну, смотрите, момент такой, если 7 лет, просто 7 лет, человек пытается найти все. Давайте прокомментирую. Я считаю, без разницы, как это произошло. Суть в том, что сейчас человек, вы слышали, с какой интонацией говорил, ему 73 года, да? Да, слава богу, нас в Курманаевке смотрят. Но он и как множество людей остался один на один со своей бедой. И никто ему в этом не помогает. Причем-то он многоквартирный, потому что он там не один. Да, ну, может быть, они там коллективно как-то пишут за жалобами, к сожалению, это не знаю. Я не понимаю, почему там государственные органы не участвуют. Это же все-таки граждане одной страны. То есть человек остался один на один со своей бедой. Вот когда мы перешагнем вот этот момент, когда мы не будем бросать своих людей, то есть они, я так полагаю, больше никому не нужны, как сами себе. Вот это вот самое страшное. И вот здесь вот общество просто должно, такие факты, когда появляются, оно должно как-то подниматься, мобилизироваться и, ну, либо заставлять государственные организации решать этот вопрос, либо, ну, помогать человеку, ну, нельзя же так людьми разбрасываться. Ну, могу привести пример, который вот будет у нас вот прям буквально в эти выходные в программе «Итоги недели». Это женщина в Шерлыке, у которой написали ответ. Она живет в аварийном доме, у нее нет ни света, ни воды. Приди зима. Ей написали, что в 14-м году мы вам отремонтируем все. Ну, пока поживите, как можете. А пока поживите зиму. То есть у нас в редакции возник вопрос, а что в Шерлыкском районе нет ни одного мужчины, который может прийти и провести электропроводку? Вы понимаете, поэтому для того, чтобы понимать, как помочь, необходимо понимать, в чем проблема. Вот очень многие общественники, в том числе я знаю несколько организаций, слава богу, сейчас как-то они исчезли. Они готовы были, понимаете, неважно, не понимая сути проблемы, выйти там на демонстрацию с плакатами. А вот власть плохая, там уходить. Шашка. А в чем проблема, когда задаешь вопрос? Они не понимают, в чем проблема. А что случилось, не могут ответить. А что делать хорошо, тоже не могут ответить. Все плохо. Вот есть такая категория, понимаете? Мы это называем бабой гопоти. Да, да, да. Знаете, у нас пять минут осталось до конца, но давайте подводить итоги, да, то есть все-таки, да, получается. Есть промежуточный какой-то результат? А мы сейчас будем подводить, ну, мы, я имею в виду, вот, как бы подведем итог уже, как бы, нашего разговора, да. Так вот, все же, кто должен больше контролировать? Власть общества или общество власть? То есть вот как сделать, чтобы этот союз, вот, он был прочный, да, и чтобы, ну, не знаю, не было у нас тонированных машин. Не было у нас таких, которые один на один. Результат даст только взаимодействие. Взаимодействие общества с государством. Когда произойдет, наступит, наверное, тот этап, когда не нужно будет контролировать власть, тогда мы будем все жить счастливы. Ну, согласен с вами, Артур, замечательно. Знаете, я, когда разговариваю по поводу общества, государства в целом, ну, это такое обширное вот понятие, всегда перехожу на такие более конкретные примеры, то есть семья. Кто кого должен в семье контролировать? Как это должно происходить? Но там все это узко. Есть дети, есть уроки. Кто уроки должен контролировать? Ребенок сам? Или все-таки родители должны за этим смотреть? И те, и другие. Да, совершенно верно. Вот здесь должно быть как-то вот такое обоюдное, должно быть и чувство ответственности. Вот, но в любом случае должен быть некий такой стимулятор, который должен это просматривать. У нас есть контроль, это выборы. То есть там раз в пять лет приблизительно мы выбираем ту или иную власть. Это определенный контроль. Ну, и на этапе от выборов до выборов мы тоже как бы должны контролировать и исполнительную власть, и этим заниматься. И еще один такой моментик, вот по поводу, опять же, Михаила Скруманаевки. Вот, когда мы будем к людям по-человечески относиться, может быть, вот этого самого контроля имеющего будет власти. Мы это люди, мы это все. Это все. Я сейчас не разграничиваю Иванов, Петров или Сидоров. Чиновник, не чиновник. Однозначно. То есть у человека беда, семь лет. Семь лет у него беда. Он сегодня звонит в прямой эфир, и я не знаю, что-то изменится от этого или нет. Есть какие-то его координаты остались? То есть, может быть, стоит повнимательнее посмотреть. Я думаю, что в Курманаевке там точно знают эту проблему. Но вот смотрите, а почему нужен закон? То есть только законом мы можем вот так вот, то есть общество само получается еще вот без закона, оно не сможет, да, вот так вот себя вести. Нет, я понимаю, что закон нужен, я здесь не оспариваю его как бы. Вы же отлично понимаете, что без закона надеяться только исключительно на самосознание, да, скажем, граждан невозможно регулировать государство, да, то есть и отношения между обществом и государством. Как бы мы ни говорили, что государство это есть общество, но, по крайней мере, вот они требуют определенного регулирования. Поэтому закон нужен. Закон нужен для всех. И для общественной деятельности закон нужен, и для государственной деятельности закон нужен. Закон нужен для того, чтобы был механизм реализации даже тех проблем, которые мы поднимаем, либо проектов, о которых мы говорим. Закон нужен. Подведем итоги. Итак, какие у нас итоги интерактивного голосования? Итак, общество готово контролировать действия власти. 33 человек, это 54%, превалирующее большинство говорит, что бесполезно. 13% говорит, что нет, то есть общество не готово. Получается, что превалирующее большинство говорит, что нет. И 33% говорит, что до общества готово. Вот как раз это явка приблизительно. То есть те активные 30%, которые приходят, которые готовы участвовать. И хорошо, что их есть 33, а не 13, не 10 и не 5. Артур, ну а вы как прокомментируете результаты голосования? Результаты, честно говоря, совершенно можно было предугадать такой результат. Потому что как раз таки, мне кажется, даже та часть, которая отвечает, что все-таки невозможно, общество не готово контролировать, соответственно, да, они ошибаются. Ошибаются в том, не понимая, что значит контроль общественный. Они не понимают, что такое общественный контроль. Они считают, что, соответственно, невозможно контролировать, ну, условно говоря, там, чиновника. Они не понимают, а мы говорим о необходимости. Общество готово или нет? Общество готово. Ну вот на этой ноте закончено. От себя просто добавлю. Я считаю, что пока не будет такого понятия, что моя хата с краю, и каждый просто скажет, что это не только я, а есть еще рядом, то тогда как-то ситуация изменится. Это была программа «Обратная связь». Мы сегодня говорили об общественном контроле. Встретимся с вами на следующей неделе. Какая будет тема, кто у нас будет в гостях, вы узнаете из анонсов на нашем канале и, конечно, в программе «Новом седине». Я вам желаю удачных выходных. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова